Привет, мои сладкие бредмахеры и тегетки! Сегодня новая локация. Я спустя месяц, наверное, решила снять ответы на ваши вопросы. И, наверное, сделаем, ну, не из двух частей, ну, две локации, наверное, уже, да, потому что здесь не так уж тепло, и я не могу найти ваши вопросы из ВК и из Фейсбука, поэтому буду читать сейчас с Инстаграма. Вот. Так. Давно не снимала такие дела. Пользователь Дэмур. Я забыла, как тебя зовут, но помню, что, кажется, ты послала письмо. Вопрос. Если у тебя хейтеры, как ты к ним относишься? Вот, передавая привет, видите, Демьяненко, привет тебе передаю. Как таковых хейтеров нету, они были, когда я только начинала снимать, вот, это было давным-давно, а сейчас есть просто такие же взрослые люди, как и я, просто есть конструктивная критика, а есть явная критика. Вот. Конструктивную критику я принимаю, прослушиваюсь, это всегда полезно, например, там, ракурс поменять, да, или там, ну, по-другому, на крестной крови, или что-то еще, потому что люди советуют, и со стороны виднее, вот, а те, кто говорят, типа, там, не знаю, у тебя отстойное то-то, 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 да-да, таких людей просто, ну, не отвечать им, вот и все. Поэтому, по крайнее время, такое не пишут, но есть постоянно те, я не знаю, кто, но они все время ставят три дизлайка, я думаю, что это три человека, которые просто молчат и ставят дизлайки, даже еще не посмотрев видео, потому что бывает, что ноль просмотров, но уже стоят дизлайки, ну, не знаю, может, завидуют. Оля Ковид, привет, Оля, надеюсь, что мы когда-нибудь увидимся, Беларусь так рядом, а ты никак приехать не можешь. Ты спрашиваешь, как я отношусь к премии Оскар, смотрю ли я ее, согласно ли с результатами прошлых лет, смотрела ли я в этом году. Да, смотрю. Я смотрела на премию Оскар, и я не знаю, это все так странно, но, с одной стороны, не странно, потому что я понимаю, почему они так сделали, и мне обидно. Например, за фильмы Дев, на что ничего не дали, и Дев Квасилю тоже ничего не дали, хотя он мог взять за мужскую роль. По соображениям совести тоже ему ничего не дали, если бы не дали. Хотя, Юрь, Юрь, лучший субборник актер, сириалом в этом году, потому что у нас такой сильный фильм был, и был Гильсон молодец, мне кажется, что это один из самых его лучших фильмов. Вот. Ну, «Страсти к Христову» это не обсуждается вообще, потому что это слишком тяжело, это история, и все, да. И этот фильм тоже по истории сделан, про того человека снят. Вот. Те, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Первую половину ты улыбаешься просто душе, а вторую половину ты просто тико переживаешь. И когда в конце показывают документальный фильм про человека, про которого снимали, становится очень тяжело, потому что ты смотришь кино и думаешь, что это просто фильм, а оказывается, это все было на самом деле, и этот человек просто спас абсолютно всех солдат, всех военных, и просто потому что он верил. И все. Он не был ничему обучен, он просто верил, что... и говорил, «Господи, пожалуйста, дай мне спасти еще одного». И это помогло ему, и за счет этого он спас всех людей. Вот. И сейчас... Как еще раз ты спросила? Я... Да, я люблю Оскар, и я не пропускаю его. Смотрю всегда. Очень сильно болел за лево, прям вообще как на самом себе. Я думаю, весь мир болит за лево. А теперь даже как-то и болеть, в принципе, не стало. Ну, не знаю. Не знаю. Из молодых актеров как-то никто. Текст, он нравился, уже взяли премии. Тоже Эдди Рейдман, он взял премию, и его болеть уже... Ну, нет, кого болеть. Вот. И по поводу того, почему дали «Луному свету», все мы знаем, что в Америке сейчас очень много дискриминаций и проблем с международным сообществом. Вот. Это в прошлом году с тернокожими людьми было, и тоже были проблемы у них там. И поэтому им в этом году пришлось как-то вот так все быстро-быстро перемять, пережать, и другие фильмы отодвинуть на задний план, чтобы у них там не было проблем. Это же все-таки не наше премия, и поэтому, я думаю, мы не должны следить это. Вот. Если бы это была российская премия, то тогда, да, можно было прям баталии какие-то устраивать и качать свои права, но мы живем в другой стране, и можно только рядоваться. Там еще есть. Часто ли ходишь в театры Смоленские? Последний раз, я еще помню, когда в одиннадцатом году, да, на свой день рождения, или после дня рождения, помню, была, в нашем, ну, ты знаешь, господи. В Камерном. Ты же вроде бы там тоже выступала. В Камерном, да? В Камерном театре, вот. И были мы на «Женитьба Белугина», кажется, называется, где этот Андре, вот, думаю, ты знаешь его. И все. А потом, ну, как-то, ну, не получалось, не получалось. Сейчас все никак не узнаем, есть у них там память или нет. Лену Кузнецову всегда прошу привет, Лену. Ну, вот, да, она все обещает узнать и никак не узнает. Но, надеюсь, что она скоро узнает, например, мы пойдем в театр, я видела, что у них на апрель очень большая афиша, у них столько многих разных спектаклей будет, и в конце апреля у них будут Примадонны. Вот, я бы очень хотела еще раз на Примадонны сходить. Но, конечно, уже не тот состав, но все равно, сам спектакль очень интересный. Какой больше любишь, какой больше по душе театр? Камерный или драматический? В драматическом никогда не была, но надеюсь, что в этом году получится попасть. Я надеюсь, вот, мечтать. Можно. Вот, просто я только в прошлом году, где-то в конце года, наверное, уже узнала, что у них есть служба, которая помогает там подняться, вот, и все такое, банда с ней какая-то есть. Вот, до этого я не знала. Ну, из-за того, что там всегда как-то все равно такие высокие, мне всегда можно себе кумазу подойти, а в камерном, копейки стоят билеты, можно хоть в каждую неделю ходить. Вот, но ты что-то в камерном, меньше репортуара, это да. Вот, там драматически хочется попасть на, может быть, лебеди, на озере, на что-то такое крупное, московское, не трясти камеру, мама. Холодно. Вот, и, может быть, на кого-то и приезжего. Ну, не знаю, как получится. Я не знаю, Дима, как твой ник произносится. Фантуксо или фантик через букву Ю написано. Короче, сколько у меня подписчиков? Ну, на данный момент, кажется, было 3567. Вроде бы, не знаю, я открыла подписчиков, можно зайти посмотреть. Кому интересна эта информация, я вообще не знаю. Мне лично нет. Потому что это каждый раз заходить, смотреть, о, подписался кто-то или отписался, это только себе нервы трепать и думать, что ты делаешь что-то не то. Я думаю, что, когда мне что-то внимание обращаешь, тогда они сами как-то растут. Вот. И я заметила, что когда я стала более-менее менять формат, и, ну, то интервью тоже я положила, было так много просмотров, что я очень приятно удивилась, и я не ожидала приема такого теплого и интереса от зрителей. Вот. Я думаю, что надо с этим продолжать, и тогда, наверное, зрители будут тоже расти, как вчера мне пожелали, прибавить нолик к моей циферке, вот. То есть, чтобы было не три, а тридцать тысяч, да, и, ну, пока для меня это неизбыточная мечта, но, господи, мне кажется, это каждый может добиться сейчас. Назови пятерку инфоблогеров. Лиля, Наташа, Юля, я ссылки оставлю внизу. Господи, ну и ты, короче, да. Мне кажется, ты чаще всех видео выпускаешь. Они очень интересные, ну, у тебя такой контент, и туда, и сюда, и везде. Вот. Так что, скоро сделаем интервью обязательно, но я обещала. Думаю, людям будет интересно послушать. Катя, привет. Смогла бы я соотнести одну книгу, один фильм, один сериал ко времени года? Какой интересный вопрос у вас. А сумерки, это осень. Просто все части это осень. Я не знаю. Это у меня такая ассоциация, что, ну, новолуние, но все такое осенье, прям, холодное. Да. Замение, это уже ближе к зиме, но ноябрь, например. А сами сумерки, это сентябрь. А вот рассвет, это уже, ну, просто, межсезонье, мне кажется. Это конец истории, поэтому я не могу отнести к времени года. Сериал «Твин Пикс», это осень, опять же. Только, я не знаю, надо к чему-то другому, наверное, отнести. Я сейчас смотрю сериал «Ривердейл», он называется. Для меня это чисто весна. Вот, весна-весна. Я бы, наверное, не восприняла его в другое время года, как хороший сериал. Может быть, потому что они и начали его весной показывать. Может быть, и нет. Что там еще было? Книга, фильм, фильм. У меня все коснение. Блин, сейчас. «Реальная любовь», «Рождество». Мне кажется, это лучший рождественский фильм, как по мне. Вот. А «Лето», 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 наверное, «Вол». Ну, да, «Скорее всего, «Вол». Лето. Ну, это первое, что пришло в «Вол». Просто. И еще насчет рисования. Что тебе больше всего нравится рисовать? В каких оттенках? К чему тянется рука? Я думаю, если зайти в мой садам, будет понятно, голубой цвет. Все говорят, что у меня все в голубом цвете. Посознательно идет. Я люблю этот цвет, люблю синий цвет, все его оттенки. И поэтому, наверное, так и получается. Вот. больше всего краски голубой у меня уходит, белый уходит краски и коричневый. Да, потому что, ну, смешиваешь ее с другими оттенками. Что я люблю рисовать? Наверное, китов. Море китов. Все такое ура. Ну, опять же, в соседей, ловика, да? Поэтому, я не знаю, как еще на это ответить. Ну, и девочек, да, всяких. что на душе, что на душе, то и рисуется. Я как-то, особо никогда об этом не задумывалась. Просто вот, ведет рука и ведет. Вопросы от Маши, Марии Лютик. И, привет, Маш. Да, вот, и сейчас я прочитаю вопросы твои. Есть ли у меня список обязательных дел, которые нужно сделать весной, если да, то, какие? Я не знаю, но, наверное, в привычку, во что весной делать визу? И ездить ко дню рождения Элен, да, в Москву. И, мне кажется, весна не весна без этого просто. Если этого не будет, то весна, наверное, не будет такой. Запомнишься и в Москве. И интересуюсь ли я какой-то фильм литературы читаю ли я кстати, я смотрю визу в рейксингах и в том, что у нас не понравилось и с умением и с умением и с умением. Знаешь, это очень хороший вопрос, на который, наверное, можно снять отдельную тему. Я просто скажу, что ближе всего мне Никсель Пиксель. Ника, она говорит то, что действительно все души на душе и мое отношение ко всему феминизму и вообще о чем ее, наверное, еще никто не сказал и она не боится говорить правду, не боится правильно объяснять, чтобы люди понимали и воспринимали это правильно. Вот. А из литературы статьи, паблики в ВК самые разные. И, знаешь, я стараюсь как-то близко когда мне подходить, потому что у нас, ты знаешь, иногда зайдешь и столько ненужного, столько воды, столько срача, которые молодые девочки приходят и ничего не понимают и начинают свои права качать, что-то говорить совершенно неправильное. И другие это переворачивают и думают, что это правда, когда вообще это не так. Вот. Так что, я думаю, что я сделала отдельно, обидела на эту тему, надо только подготовиться. вот. И, ну, не знаю, в голову больше ничего так сразу не идет, только вот никсель-пиксель, да. Ну, я думаю, все ее смотрят. Вот. И, не знаю, вчера я думала над этим вопросом, и опять думала, кто он, кого-то еще должна была назвать. Вот. Ну, твой блог я очень люблю. Просто петь на шикарные сети и шикарные высказывания. Думаю, ты это знаешь. И самой тоже хочется больше об этом писать, потому что развелось очень много ненужной и неправильной информации в интернете, да, которую надо прессовать, потому что общество начинает неправильно все понимать. Отсюда идут проблемы. Иногда хочется выйти на митинг и, не знаю, в группу отключать свое право. Ладно, сменим локацию, потому что у меня мама умирает. Мама умирает, все. Нашла? Давно уже начала. Мы сменим локацию, короче, я думаю, что мне отлично. Я не знаю, почему я затопила, я не сняла о том, что у меня от того, что я не обнула, но отмешу. Привет, Мишу. И так, свой вопрос, по-моему, выделяется из всех. были ли у тебя в детстве куклы, если да, то просто к ним относилась, любила и аккуратно играла или отрывала руки головы. Я не помню, чтобы я отрывала руки головы. Да, куклы были, конечно, но были недорогие куклы. Вот. У меня была якобы усталочка с хвостом, и все там хвост снимался у нее, но у нее были желтые волосы. Прям вот желтые цеплячие волосы. Знаешь, это была моя самая любимая кукла. Вот. Я не знаю, где их, где все они сейчас. Мне кажется, их просто выкинули и мне не сказали об этом. Вот. Но я помню, у нас была плюшевая игрушка, мама надо собрать, слоник. Плюшевая. Который я, ну, не выиграла, как дед Морис приходил, надо было с ним сказать. Я получила эту игрушку, и мне дали слона этого бывшего, там синего цвета. Я еще подумала, что это? Почему? Где вы там? Лев какой-нибудь, или дельбинь. Почему? Почему мне дали слона? Вот. И они так быстро вышли, а я хотела черепчерек. Они как спросили, ну, может быть, на выборе есть какая-то дельбинь, что она нет. Складали, дедали. Вот, короче, мы с другом постоянно с этой игрушкой, ее обнимание, смотрели, покемонов, и целая, ну, кажется, туда дальше ушла. И, короче, мы оторвали ему все глаза и будем на животе. А теперь, буквально, недавно мы постирали у него, там, отоживалась голова. Так что, несчастная судьба у слона, вот, и как-то, так, это, наверное, единственная история. о разрушении игрушки, да. А так всегда все, вроде бы аккуратно было, насколько я помню. Единственное, что вот у этой желтой куклы, моей любимой, кажется, кошка с любезла пол ноги. Вот, и все, и все. И поэтому у меня такая особенная кукла была, которая всегда надевала туфельку, чтобы спрятать свои адвеновные пальцы. вот, так что, да, да. Да не стесняйтесь, господи, эй, я не хочу, ты, сейчас. Так, сейчас, сейчас, сейчас. так, все, поняла. Это будет где-то вот здесь. Вот. Так, в один условии стоит куха от ку-гу на нашной. Какие планы на ближайшее время? В принципе, я очень люблю эти планы, потому что, когда они это уже не сбывается. Вот. Ну, не знаю, в ближайшее время, наверное, надо отзнать еще одно дюю, потому что вы очень просите. Вот, надо снизить Москву и надо переделать паспорта тогда. Это, наверное, единственное глобальное из-за чего-то такого. А так, готовить документы на поступление и, возможно, искать еще на замену какой-нибудь университ, если не получится в школу, в который я хочу. Ну, вот, как-то так. Я, кажется, не могу найти запись с остальными вопросами, поэтому вы найдите. Если я не найду, то я с вами еще любые с вами видел, но вы можете под этим видео оставлять любые другие вопросы, потому что я думаю, что через месяц можно будет снять еще что-нибудь. Они не обидуются, не должны быть обо мне или от мути, или о чем-то еще. Маме дежурю на камеру. Дежурю на камеру. Короче, оставайтесь оставлять свои вопросы, которые хотите получить ответы или просто для дискуссии. А так, всем приятного дня, вечера, ночи. Не знаю, что у вас там. Брюс, вам не мая, до новых встреч. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok